Продолжение следует... Продолжение следует... Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетиями. Это битва, когда решается фудьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет, любые расы, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас из них. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна ввела Первую мировую войну, но победу у нее украли. Интриги в плоти политиканства за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге, трагедии гражданской войны, русские убивали русских братьев братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну. Мы рвали ее на части. Мы не дадим этому правду. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых правов, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Неповерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и в своих странах, и своему народу. К тому делу, за которое буквы оба, с другими нашими частями и подразделениями, сражались и погибали бойцы и командиры группы в армии. Герои, которые освобождали солидарь и артемов, города и поселки Танпас, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и слава тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и брату убийства, поражению конечной войны и капитуляции. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государства, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесты. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, в Московской области, в ряде других приемов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дональде. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России, я сделаю все, чтобы отстать страну, защитить конституционный настрой, жизнь и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответил за это. А те, кто пытаются втянуть в это преступление, я призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, мы сбережем и отстоим то, что дорого и сверху. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных сил. Как гражданин России, сделаю все, чтобы остаться, защитить конституционный настрой. Жизнь и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответил за это. А те, кто пытаются втянуть в это преступление, я призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, мы сбережем и отстоим то, что дорого и сверху. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее. Верю, мы сбережем и сильнее. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных сил. К бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки против, делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюю, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонавшистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за нашу суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Обращаюсь к гражданам России, к личным составам вооруженных сил, правоохранительным органам и специальных служб. Боицам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противных. Делают это героически, зная, сегодня еще раз ночью, говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь к тем, кто обманом или угрозами втянули в преступную войну, толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяйств. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за нашу суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетиями. Это битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет. Любые разы, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас из них. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна ввела Первую мировую войну, но победу у нее укра. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге, трагедии гражданского войны, русские убивали русских братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому поводу, защитим и наш народ, и нашу государственность от любого, в том числе от внутреннего предательства, а то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене, к измене их в своих странах и своему народу, к тому делу, за которое двух обоих, с другими нашими частями и подразделениями, сражались и погибали бойцы и командиры группы в армии. Герои, которые освобождали солидарь и артемов, города и поселки Тонбасс, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и слава тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и брат-лубистам, к поражению, к конечной войне, к капитуляции. Любая внутренняя смута, смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации, это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесты. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, в Московской области, в ряде других предъявлений. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Донбассе. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстать страну, защитить конституционный настрой, жизнь и безопасность, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали России и ответил за это. А те, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Ерек, мы сбережем и отстаем то, что дорого и вероятно. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее. И мы будем становиться еще сильнее. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных сил. К бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки против. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюю. Толкнули на путь тяжкого преступления, вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свою будущее. Отражает агрессию неонашистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за нашу суверенитет и независимость. За право, выйти и оставаться Россией, государством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Южат Фокин — субтитров А.Егорова В Суму. You, the people, first. In an age of partisan polarized media where most journalists are either chamcha or moorcha, we believe the story is sacred and the truth of the story is what matters. And now as we get ready for the next step, we need your help. Become a Mojo member and get first access to all our big interviews. Get a chance to ask our newsmakers questions. Get a chance to write and report for us for both our website and our channels. And also, interact with me and my colleagues directly through AMA sessions. Literally, ask me anything. Click on the join now right next to the subscribe button and yes, also subscribe if you haven't yet and become a Mojo member for just 159 rupees a month. Hope to see lots of you in our community. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo's story and support independent, robust journey. We'll see you in the next one. 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 Продолжение следует...